всех приветствую видео хотелось бы начать со слов благодарности всем тем кто смотрит лайкает делится видео моего канала и сказать вам большое спасибо за это но бывают случаи когда вам не нравится когда одно и то же устройство выпускается соответственно два раза ну что ж не смотрите если вам не нравится перед вами huawei медиапад 3 который прислал нам компания huawei для распаковки и обзора это новое видео мы начинаем поехали дорогие друзья чтобы скажем так сэкономить ваше время я предварительно распаковал большую такую упаковку и соответственно оставил только пупырки вы заказать можете соответственно с официального сайта тем более у них сейчас скидочки бесплатная доставка по россии ссылочка будет в описании я думаю что он однозначно будет стоить своих денег данный агрегат данную машинку я думаю что компания huawei сделала в том году 2016 очень много годных устройств и медиапад планшет данной компании является и перед нами собственно вот такая вот вот такой вот конвертик крафтовой бумаги такая вот штука приятно когда производитель присылает все в таком виде как мы помним из распаковки оба и по идее соответственно все это приезжало просто без коробки здесь же коробка присутствует поэтому я думаю интересно ну что ж перед нами коробочка с устройством huawei медиапад m3 и так белая коробка есть спецификации в виде имей больше в принципе ничего не есть же также указали указано что harman kardon принимает участие в построении звука в этом устройстве ну что ж мне нравится когда так упаковывают есть такой специальный хлястик открываете и перед вами вау и перед вами вау соответственно сам huawei медиапад как вы понимаете скажем так предназначен для тестов поэтому он не новый но вы получите абсолютно новое устройство наушники как мы видим модель h300 h300 а кг в общем я думаю что это будет водный продукт вот такие вот они интересные в золотом цвете как мы видим есть зарядочка абсолютно новая с такими вот техническими характеристиками собственно сам давай выпадай выпадай очень похож на господи как он называется очень похож на айпад 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 как правильно пишите в комментариях есть у нас мануальчик со скрепочка для извлечения лотка для sim карты sim карточка на на с данного планшета можно звонить либо прикладывая его соответственно к уху либо использовать беспроводную гарнитуру очень прикольная тема и есть вот такой вот провод виде лапшички что у нас здесь юсб тайп си на одном конце и на другом тоже юсб тайп си общем провод достаточно большой я думаю что здесь в районе метра так вот это все дело вам соответственно все придет новое провод сторонку коробочку сторонку а у нас еще здесь есть и скорее всего вам тоже это придет вот такая вот защитная пленка не стекло она присутствует то есть вот этой защитной крышки я думаю что на первое время пока вы не закажете себе дополнительные какие-то аксессуары это будет хорошим скажем так подарком чехла в комплекте нет ну и комплект в принципе достаточно богатый то есть наушники которые я думаю будут более менее качественные это уже хорошо ну что ж открываем коробку и берем в руки сам планшет давайте сначала на него посмотрим более внимательно он сделан из алюминия сзади стекла спереди имеет диагональ 8 дюймов смотрите друзья могу держать одной рукой без всяких проблем в принципе использовать знаете такой металл первый раз вижу такой металл он совсем-совсем гладкий и такое печенька будто это супер какой-то легкий алюминий есть вот такая вот красивая пластиковая ставка сверху давайте по разъемчиком пройдемся на правой грани у нас клавиша включения выключения на немножко текстурирована для того чтобы вы не перепутали клавиши регулировки громкости сверху у нас есть динамик отверстие три с половиной для наушников тех самых которые есть комплекте снизу usb type-c или это не избитой все друзья поправьте меня в комментариях если я ошибся здесь похоже на юсби на обычный микро юсби решеточка под динамик лоточек под сим-карту странно он снизу прикольное решение несколько отверстий соответственно здесь скорее всего микрофон впереди кнопка она не кнопка а скорее всего просто сканер то есть она не нажимается и в нее встроен сканер отпечатка пальцев передняя камера задняя камера спецификации вы сейчас сможете увидеть на экране давайте его включим прикольно харман кардон ух ты ж ёшкин кот это звук блин крутая тема знаете такой звук как на хорошем магнитофоне 90 то есть вы понимаете о чем я раньше 90-е годы делали неплохие магнитофоны компания sony и там был шикарный звук вставляешь кассету слушаешь и просто банк балдеешь беглая настройка далее начать в общем по интерфейсу эмоушен юай 41 если сейчас быть точным давайте посмотрим максимальная яркость на автояркости и минимальная соответственно тоже на автояркости давайте поставим вот такой вот зайдем настроечки посмотрим версию персоной системы эмоушен 41 android 6 0 но я думаю совсем совсем скоро на него придет android 7 0 потому что уже большинство устройств начинают получать обновление до последнего андроида разрешение экрана 1600 на 2560 это очень хороший показатель то есть плотность пикселей достаточно большая и сверх четкость экрана нам позволяет проводить точнее прекрасно вечера за просмотром каких-то фотографий либо фильмов но в общем очень-очень качественный сочный экран действительно смотришь на экран и понимаешь что знаете если когда говорят картинка находится как будто над поверхностью то это как раз таки применимо именно данной модели планшета как вы видите находится иконочка телефона то есть без проблем вы можете звонить есть контакты есть сообщения но я думаю что будет совсем нелепо делать это допустим приложив данное устройство к уху хотя есть такие люди которые это делают я думаю будет все удобнее всего это делать через беспроводную гарнитру как я говорил ранее камеры давайте сфотографируем потом послушаем звук и после этого наверное будем заканчивать круто быстро фоткает как для планшета снимки не сравнимы с китайскими устройствами в плане китайцы 2 3 эшелона именно те китайцы которые делают звук точнее камеру в планшете ради просто того чтобы она там была здесь она присутствует для того чтобы делать более менее нормальные снимки давайте еще посмотрим отпечаток пальцев настраивается без проблем и новый отпечаток все это дело работает без проблем я думаю что будет разблокировать ваше устройство достаточно достаточно хорошо и быстро буквально несколько секунд и наш сканер настроен вы ничего не нажимаете просто прикладываете палец работает достаточно быстро взял знаете я стою сейчас под впечатлением от того металла металл от красивой пластиковой вставочки неплохие впечатления о камеры о камере и очень позитивные впечатления первое впечатление от звука давайте пройдем и все-таки послушаем этот звук конечно же камера вам не передаст камера не передаст во первых во вторых она не раскроет вам именно того звука которую на самом деле потому что сюда и отсюда круто давайте накидем по умолчанию нокия грифу а вы это очень громко и при этом качестве ну вот пожалуй на этой позитивной ноте мы будем заканчивать распаковку данного устройства первое впечатление сугубо положительные ссылочки на товар вы найдете в описании но я как я говорил в самом начале друзья я уже рекомендую этот планшет к покупке тем более стоит он в принципе в меняемых денег за планшет не поскупитесь добавьте несколько тысяч рублей и получите самую топовую версию которая находится у меня на столе с хорошими наушниками с хорошим звуком но мы будем тестировать данное устройство поэтому подписывайтесь на канал дабы не пропустить обзор на этот планшет обязательно вступайте в группу вконтакте нас все есть чат все ссылочки в описании на товар ссылки в описании ну и как всегда пасхалочка для вас кто досмотрел до этого момента обязательно напишите я супер герой или я молодец или еще какой-нибудь похвальное прилагательное про себя и обязательно это увижу отвечу и мы с вами подискутируем по этому поводу но мы с вами совсем скоро увидимся всего доброго пока пока субтитры